Добрый день, Николай Вячеславович! Хотелось бы начать нашу беседу с подведения итогов вашего ведомства за полгода. Вот скажите, каков процент расследований преступлений за эти полгода и сколько дел дошло до суда? Здравствуйте! В первом полугодии текущего года следователями следственного управления рассмотрено более 2600 сообщений о преступлениях, проведены проверки. И принято решение по результатам о возбуждении более 330 уголовных дел. Из числа возбужденных уголовных дел порядка 240 завершено расследованием, из них 216 в отношении 242 обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу. Но вы как руководитель, как вы считаете, это хороший показатель для ведомства в целом? Вот те цифры, которые я привел, они указывают на то, что нагрузка у нас не хуже и не меньше, чем в большинстве регионов Российской Федерации. Результаты нашей работы позволяют на второй год подряд удерживать ведущие позиции в системе оценки следственных органов территориальных. Результат нашей работы положительный. Убийство, коррупция, превышение полномочий. Вы расследуете многие уголовные дела. Скажите, какого характера преступления уже были расследованы и по каким статьям? За первое полугодие 2021 года нами расследовано 11 уголовных дел о помощных убийствах, 5 о покушении на убийство, 8 уголовных дел о причинении тяжкого предоздоруя, повлекшего смерть потерпевшего. Хотелось бы отметить, что на данный момент раскрываемость данных преступлений в республике составляет 100%. Три уголовных дела возбуждены о преступлениях террористической, экстремистской направленности. Одно из них по факту оправдания террористической деятельности сети интернет направлено в суд. Важное значение нашей работе придается расследованию и раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы. За полугодие таких преступлений раскрыто 29. Из них 2 по факту совершения умышленных убийств, 5 по факту причинения тяжкого вреда здоровью с смертельным исходом, 3 по фактам изнасилования. Ряд этих раскрытых уголовных дел также направлен в суд. Справедливость спустя годы восторжествовала. А вот можно ли назвать самые сложные дела и много ли времени потребовалось на их расследование? Не так давно нам направлено в суд уголовное дело в отношении мирового судьи Хабетского района по факту совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса. В ходе следствия установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, выехал на полу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Киария, ехавшим по своей полосе. В результате дорожного транспортного происшествия два пассажира Киария погибли, водитель получил тяжкий вред здоровью. Изначально статус фигуранта осложнял проведение с ним следственных действий. Вообще само возбуждение уголовного дела в отношении судей возбуждается председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласием высшей квалификационной коллегии судей. В случае изменения квалификации, дополнения каких-то квалифицирующих признаков этот вопрос также рассматривается высшей квалификационной коллегией судей. Кроме того, гарантии неприкосновенности в отношении этой категории лиц осложняли сбор доказательств. Обвиняемый пытался скрыть факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения, всячески препятствовал расследованию. По делу пришлось провести несколько десятков сложнейших экспертиз. Это и автотехнические, и судебно-медицинские, и баллистические. Они проводились в нескольких судебно-экспертных учреждениях в Ставропольском, Краснодарском краях, в городах Санкт-Петербурге, в Москве, в том числе экспертных учреждений федерального уровня. И в настоящий момент по результатам расследования я готов сказать, что нами потрачено много времени, много сил, но доказательства вины бывшего уже мирового судей, они собраны, и дело уголовное передано в суд. За совершение данного преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Скажите, вот сколько дел в настоящее время, в данный момент, находится на расследовании в вашем ведомстве? В абсолютных категориях оценивать сложно, поэтому, чтобы было понятно, я приведу цифры штатной численности наших сотрудников, следственного управления и следователей в частности. Всего в следственном управлении работает 92 сотрудника. Из них 54 – это непосредственно следователи, у кого находится производство уголовных дел, кто их расследует. Постоянно в производстве следователей следственного управления находится около 100 уголовных дел. Какие-то дела заканчиваются расследованием, направляются в суд, какие-то к тому времени возбуждаются. Сейчас лето, время отпусков, все стремятся в горы, особенно в наш регион, Карачаево-Черкесию. И вот совсем недавно произошло происшествие на воде в районе Аула-Учкулан, там перевернулся катамаран, и погибли два человека. Можете подробнее рассказать об этом? Кто все же понесет ответственность за это преступление, и как пресечь вот этот незаконный туристический бизнес, особенно сейчас, в разгар туристического сезона? Особенности республики туристических и курортных ее зон, они привлекают большое количество любителей так называемого экстремального туризма. Это и восхождение в горы, это сплав по быстрым горным рекам. Данный вид туризма, он урегулирован федеральным законодательством, законодательством, нормативными актами, при соблюдении требований, принадлежащей регистрации, маршрутов, информировании соответствующих органов. Как правило, это безопасно и контролируемо. Вместе с тем ряд туристов, приезжающих к ней, считают необходимым соблюдать эти требования и осуществляют мероприятие, что называется, на свой страх и риск. Также было и в ситуации со сплавом в районе Учкулана. Двое мужчин, один житель Москвы, один житель Краснодарского края, набрали группу туристов, любителей сплавов по горным рекам. И не учитывая неприятные погодные явления, помните, в тот период шли сильные дожди, и реки вышли из берегов, постоянные проблемы и подтопления возникали, и потоки, соответственно, были достаточно опасны. Они не информировали о том, что планируется сплав органа МЧС, и на свой страх и риск этот сплав осуществили. Спускалось два катамарана, в каждом было по семь человек, и буквально через несколько минут после начала сплава, примерно на одном и том же месте, оба катамарана перевернулись. Два человека погибло. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 3 статьи 238 Уголовного кодекса, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, поваливших гибель двух и более лиц. В отношении организаторов сплава избранный мер поисчению в виде заключения под стражу, ведется следствие, назначены экспертизы, которые призваны ответить на вопросы о том, соответствовало ли сами рафты, снаряжение, спасательные жилеты, требованиям для такого вида туризма. И по результатам дело будет направлено в суд, лица понесут ответственность. Скажите, какой срок им грозит, чтобы другим было неповадно? Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение данного преступления до 10 лет лишения свободы. Год назад, примерно в это время, неожиданно пропало двое детей, это брат и сестра. И благодаря слаженным действиям правоохранительных органов, волонтеров, спустя два дня тела детей нашли в воде. Если я не ошибаюсь, и как показало следствие, дети просто утонули. Вот после этого осталось много вопросов. Скажите, можно ли сейчас открыто говорить уже об этой трагедии? И на самом деле, что произошло? Вот что стало причиной смерти детей? Действительно, в начале июня прошлого года это происшествие, но всколыхнуло республику. Поисковыми работами в течение трех суток единовременно занималось до 500 человек и органов внутренних дел, МЧС, безусловно, следственный комитет, волонтеры, члены различных поисковых организаций. Несколько десятков задействовано было единиц спасательной поисковой техники, квадрокоптеры, водолазы-спасатели, прочесывался большой участок местности в районе аула Беслиней и водные артерии, протекающие около него. И по сути, по результатам титанического труда тела детей были обнаружены. В соответствии с заключением экспертизы, смерть их наступила от утопления. Предварительно не было ничего, что указывало бы на их принудительную смерть. Ни телесных повреждений, ни каких-то ран, синяков. Вместе с тем, нами было возбуждено уголовное дело. По статье 105 убийства малолетних следователи изучали каждый нюанс происшествия, все, что подлежало проверке, все, что подлежало оценке, все не осталось без внимания. В ходе одной из экспертиз на одежде девочки и ее половых органах были обнаружены биологические следы не установленного мужчины. Отсюда уже родилась следственная версия, и все силы были направлены на поиски человека, кому принадлежат эти следы. Было проверено следственным оперативным путем, путем сопоставления генетических профилей более 800 человек. И мужчина, который остался следом, был установлен. На первом же допросе он признался в том, что вступил в половую связь с малолетней девочкой, а потом, боясь ответственности за это убил ее и ее младшего брата путем утопления. Этот человек состоял на учете у врача-психиатра, поэтому потребовался ряд экспертиз, в том числе стационарная психиатрическая экспертиза в Сербском, в институте Сербского в городе Москве, которая признала его меняемым. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье 105 часть 2 факту убийства двух малолетних, в том числе целью сокрытия нового преступления и по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Он с момента установления содержится под стражей. Уголовное дело в ближайшие дни будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения направления в суд. Вы знаете, вот если говорить по убийству детей, буквально неделю назад в Черкесске произошло преступление по горячим следам, убийца был найден. Как быстро смогли раскрыть это преступление, либо явка с повинной была? Преступление было раскрыто, как вы правильно сказали, по горячим следам, немедленно. Сначала было заявление мамы пострадавшей, погибшей девушки об ее исчезновении. И, по сути, тело девушки, а потом убийца были обнаружены в рамках работы по заявлению об исчезновении. Выяснилось, что убийца ранее был судим за совершение аналогичного преступления на территории республики. Полтора десятка лет назад он изнасиловал и убил малолетнюю девочку. Был признан экспертизой невменяемым и отправлен на принудительное лечение. На принудительном лечении в стационаре находился 14 лет, после чего был освобожден, вышел на свободу. Не прошло и двух лет, он совершил повторное преступление и вновь выдворен под стражу. В этом случае может быть уже пожизненное заключение в психиатрической клинике? или он будет отбывать срок наравне со всеми? В данном случае все будет зависеть от того, будет ли он признан вменяемым или не вменяемым. Если он будет признан вменяемым по отношению к совершенным преступлениям, то уголовное дело будет рассмотрено в суде и ему назначен конкретный срок лишения свободы. в случае, если он будет признан невменяемым психически больным человеком, который не несет ответственности за свои действия, в этом случае он будет помещен вновь в психиатрический стационар и время его нахождения, где будет обусловлено только тем мнением врачей. Очень хочется, чтобы граждане доверяли следственным органам, чтобы было поменьше нареканий. И вот для удобства жителей Карачаева-Черкесии действуют ли дистанционные способы связи с вами, со следственным управлением? Вот как можно к вам обратиться? Способы обращения к нам, удобства обращения к нам это очень важный аспект нашей работы в том числе. Поэтому у нас действует несколько видов телефонной связи по разным направлениям деятельности. Это телефонная линия ребенок в опасности. Это телефонная линия противодействия коррупции. Это линия для предпринимателей, которые подвергаются давлению в связи с ведением бизнеса. Это прямая телефонная линия связи с руководителем следственного управления. обращения. Кроме того, у нас есть сайт, есть интернет-приемная. Можно не выходя из дома направить обращение, которое будет зарегистрировано, рассмотрено, как любое иное обращение. Есть аккаунты практически во всех социальных сетях, где тоже в формате комментариев или обращений в директ. Можно написать, можно с нами связаться и сообщить о каком-то преступлении, происшествии или просто о проблеме. Сотрудник следственного управления ведется постоянный личный прием граждан. Я, как руководитель следственного управления, еженедельно провожу личный прием в различных населенных пунктах республики, как в столице, так и достаточно отдаленных населенных пунктах. Информация о моем личном приеме опубликована на официальном сайте. Кроме того, публикуется в социальных сетях заблаговременно, как правило, за неделю. Любой желающий может обратиться записаться либо в порядке живой очереди прийти без записи. Будет принят. И следственное управление постарается дать исчерпывающий четкий ответ по всем вопросам, которые беспокоят. Кроме того, в условиях пандемии работает дистанционная форма личного приема в формате видео, аудиосвязи. если гражданин звонит вам и хочет заявить или доложить вам о каком-то преступлении, он должен представиться. Анонимки вы, наверное, не принимаете, да, анонимные заявления? Мы реагируем на любые сообщения о преступлениях, в том числе из анонимных источников, и по результатам первичной проверки уже вносим решение о том, есть ли признаки преступления, подлежат ли они проверке в порядке уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, либо эта информация имеет другой характер, и, возможно, ее передача в иные органы реагирования. Вот сегодня день сотрудника органов следствия Российской Федерации. Вот какую оценку вы бы дали своим коллегам за их работу? В этом году отмечается 10 лет с момента, когда Следственный комитет Российской Федерации был окончательно оформлен как самостоятельное ведомство, подчиненное непосредственно президенту Российской Федерации. Я считаю, что за 10 лет Следственный комитет заявил о себе как о важнейшем государственном органе с обширным кругом полномочий, способным защищать права и законные интересы общества, государства и граждан. Сотрудники Следственного комитета не раз доказывали свой высокий профессионализм, честность, порядочность, ответственность при расследовании уголовных дел, при осуществлении своей ежедневной работы. Они способны решать те сложные задачи, вызовы, которые ставятся перед следственными органами. Ваши пожелания в профессиональный праздник своим коллегам? Уважаемые коллеги, на каждого из вас возложена большая ответственность, большая нагрузка. Несмотря на это, вы ежедневно, не считаясь стичным временем, выполняете возложенные на вас задачи профессионально, демонстрируете преданность своему делу. В связи с этим хотел бы пожелать вам, вашим близким, здоровья, успехов в вашей нелегкой службе. Выдержки, оптимизма и новых профессиональных успехов в вашем деле служения Родине. С праздником вас, дорогие коллеги! Мы, в свою очередь, также поздравляем вас, Николай Вячеславович, ваш профессиональный коллектив с вашим профессиональным праздником. Желаем вам дальнейших успехов в работе на благо Родины, на благо Карачаевой-Черкесии и в целом всей страны. Спасибо за интервью. Большое спасибо. Лето будет чудесным с Московским Индустриальным Банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский Индустриальный Банк. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Карачаевске с 26 по 28 июля. Дворец спорта Олимп, улица Магомедова, 3В. А в Черкесске с 29 июля по 1 августа в Центре развития предпринимательства. Расстрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет в подарок. Оптовая база Жасмин Текстиль предлагает широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, дивандейки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Инстаграм Жасмин Жасмин Элит Текстиль 0-9 Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Карачаевске с 26 по 28 июля. Дворец Спорта Олимп, улица Магомедова, 3В. А в Черкесске с 29 июля по 1 августа в Центре развития предпринимательства. Расстрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет в подарок! Диваны Сканди от Ангажемент. Легкость на стройных ножках. Приятное ощущение чистоты в вашем доме будет постоянно, ведь робот-пылесос с легкостью проезжает под диваном и обеспечивает ежедневный уход. Весь июль получайте максимальную выгоду от покупки трендовых диванов коллекции Сканди. Ангажемент. Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. Лето будет чудесным с московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Карачаевске с 26 по 28 июля. Дворец спорта Олимп, улица Магомедова, 3В. А в Черкесске с 29 июля по 1 августа. в Центре развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет в подарок! Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания Ярославия представляют... Старинный и вечно молодой город на Волге Ярославль, столица Золотого кольца России, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной. Ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 26 по 28 августа Ярославль примет финалистов 4-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». Выберите свою номинацию на сайте вести-дефис ярославль.ру В государственную телерадиокомпанию Карачаево-Черкесия требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефону 2204-75 2205-47 Редактор субтитров А.Семкин